Так, короче, всем щербет, в общем Сегодня будет такой интересный видос, спонтанный видос, потому что Купил вот ножик, но он на подарок И завтра он уже уедет с утра Поэтому, так, пришлось снимать на обум Но мне это не впервой Вот, значит, сегодня речь идет о дешевых Ганзовских ножах, то есть самая Вот, бюджетная линейка И без того недорогих, как бы, ножей Под названием Ганза Скажу, что Ганза был мой первый нож, как я уже рассказывал Правда, это была 700-я линейка Там уже G10, уже там все как нужно Ну и потом, как-то, я не знаю, там что-то было плохое настроение Я зашел как-то вот и купил себе вот такой вот ножичек Я когда-то, ну я был на обзоре Модель, сейчас не помню 616-я, да? Линейка, здесь сталь не 440C, а просто 440 Значит, то есть попроще И, собственно, что из себя представляют эти ножи Я понимаю, что данное видео сейчас подорвет Заряд пятой точки многих ножеманов Потому что люди, которые уже поддержали Какие-то более серьезные ножи в руках, да? Для них это, ну, Ганза, знаете, там, позавчерашний день И прочее, и прочее, и прочее Но, но, но Кстати, в прошлом видео про этот нож Я умудрился две с лишним минуты Рассказывать про коробочку вот этого То есть, как бы, говорят, что это даже искусство Говорит долго и ни о чем А, я, может быть, текст читал Не догадался, что человек просто может на паузу поставить И это все посмотреть И так Ну, вот такой вот ножичек Давайте посмотрим на него С полусериейтерным лезвием Моделька это у нас Ганза Вишельмянь Ага, вот здесь написано G617, да Ну, в общем, вот такие два ножичка Один мой, один нет Проволочка здесь, это просто он висит у меня на гвоздике Потому что хранится, пока не используется И, собственно, смотрите То есть, как бы, человек, когда видит этот нож Он сразу пытается его сравнить с каким-то более продвинутым Что, вот смотрите, а у этого рядом Сталь 440C А у этого рядом Там не лайнер лок А там какой-нибудь там Аксис лок Или Бэк лок А у этого, смотрите Того, что рядом там Не просто пластмасса А какой-нибудь там G10 Или еще что-то Но Если в сравнении Конечно, это понятно Но почему-то все забывают Сравнить цену Этого ножа А цена этого ножа Варьируется Ну, то есть До 200 гривен Там где-то Да То есть, самый бюджетный бюджет В который попадают Ноунейм ножи Китайского разлива Которые делают Я не знаю Какие-то Господи Слепые бомжи В каком-то подвале То есть, как бы В которых вообще не пишется Какая сталь Или вот эти вот Ганзики Ну, я думаю Что выбор должен быть В принципе очевиден Да Этот нож Без изысков Каких-либо И в принципе Главная проблема Этих ножей В том Что они Беспантовые То есть Это просто нож И он просто режет Режет он нормально Вот смотрите Вот заводская заточка Давайте проверим Заводскую заточку То есть Да Заводская заточечка Вам даже не нужно Что-то делать С этим ножом Есть многие Ножевые фирмы Не буду их называть Которые вроде бы Позиционируют себя Как супер Да Там какие-то Престижные Ну не супер Но по крайней мере На классом Там на два раза выше На две ступеньки И которые Просто Из коробки Не режут Нифига Ни бумагу Там я уже не говорю Про какие-то бритьё волос Тут просто топорная заточка Но тем не менее Почему-то на это Никто не обращает внимание Что это же Блин бренд На самом деле Вот Бывают Они люфтят Вот Но это всё Очень просто решается Просто поджим Обычным поджимом Осевого винта Всё Конец Титры пошли Ножик не люфтит Всё отлично работает Вот Шпенёк здесь Односторонний Видите Даша с другой стороны Здесь Ну как бы То есть И он не на резбе Судя по всему Ну это такое Это всё мелочи То есть К ним можно придираться Да Там что там Второпластовые шайбы стоят Вот сейчас покажу Вместо там Латунных Или каких-то там ещё Вот Ну то есть Как бы Да Не отполирована Там Вот Пятка там Клинка Там ещё чего-нибудь Можно сказать Но Ножик Выполняет свои функции Ножик режет Ножик Достаточно Прочной Конструкции Не знаю Откуда Сперли дизайн Но тем не менее Клипса есть Да Она не переставляется Но Блин За эти деньги 200 гривен Повторюсь У меня есть Один нож Такой Я его купил Просто из уважения Скажем так К этой линейке Ножей У меня есть там Более дорогие ножи Более продуманные Но Я просто купил Я им чуть попользовался Всё Я его повесил Он мне стал неинтересен Я пошёл дальше Но если бы я Ну не увлекался Да ножами Просто А мне нужен был бы инструмент То вот этот нож Был бы Ну я не знаю Ну кстати был бы Очень Он мне служил бы Пару лет Я не знаю И потом может быть Что-то купил получше То есть Если вы задумываетесь То не задумываетесь Если вы не готовы Тратить на нож Больше чем 200 гривен А если это перевести В баксы Ребята Это сколько получится Один бакс У нас сейчас Двадцать Где-то пять гривен Десять Ну короче Где-то восемь баксов Да Ножик стоит То я Ну не знаю Вот Пишите что вы думаете По этому поводу А с вами был ещё разок Увидимся Пока